Заткнулась, тварь, блядь! Ты уедешь в мамку по кускам, понятно? Заткнулась! Че мычишь? Я тебя, блядь, порежу, поняла? Поняла, что? Круг поднялась, быстро! Только что вы увидели, как работает спецподразделение СОБР. Снайперы, группы задержания, альпинисты. Состав всегда зависит от поставленной задачи. У каждого свой функционал. Но если вдруг группа потеряет бойца, ни трехсотого, ни двухсотого, к сожалению, никто не исключает, перегруппировка будет мгновенной. Но вот сколько освобождений заложников было за все время существования СОБРа? С десяток, наверное. Буквы 4, расшифровки 2, гласная, всем известная, специальный отряд быстрого реагирования внутренних войск МВД. Вторая для своих. Сила, отвага, быстрота, разум. Эти качества помогают бойцам задерживать особо опасных преступников, освобождать захваченные объекты, бороться с терроризмом, пресекать оборот наркотиков и оружия. Нет ни одного дня, когда бы военнослужащие не привлекались к выполнению той или иной служебовой задачи. Многие военнослужащие отряда удостоены высоких государственных наград. Так вот, двое военнослужащих отряда награждены орденом за службу Родины. Четверо награждены орденом за личное мужество. Семеро военнослужащих награждены медалью за отвагу. Ну и большое количество также награждены различными другими высокими государственными наградами. Попадают сюда лучшие из лучших. Служить в СОБРе для них большая честь. мечтал это была мечта однозначно стать обладателем крапова берета реализовал я проходил срочную службу в воинской части 3214 ходил молодой смотрел на соборовцев ну и как-то мне это очень запало я сказал себе что я хочу я попаду туда делал все для того чтобы попасть к вам вопрос вы где-нибудь видели рекламные объявления такого содержания там для службы в соборе требуются подготовленные военнослужащие глупо даже звучит конечно их нет у нас нет вакантных мест в отряде полный штат есть только знаете такой емкий список молодых людей которые ждут своей очереди чтобы попробовать себя большинство бойцов приходит в собор из 32 ки на территории этой воинской части база главного спецподразделения внутренних войск но шанс попасть спецназ есть и у служащих других воинских формирований и у тех кто закончил факультет внутренних войск с небольшим но первое что должно быть у потенциального кандидата который рассматривается это рекомендация поручительства просто так человек со стороны прийти к нам не может в списке требований несколько десятков пунктов блестящий интеллект владение всеми видами оружия и приемами самообороны кристальная репутация с рождения и готовность абсолютно ко всему утром просыпаешься выходишь на службу и ты не знаешь где ты можешь оказаться можешь уехать в любую точку республики здесь шуток нет это не страйкбол пошел проиграл можно все остановить откатить обратно давайте по-новому оживить кого-то обнулить здесь все серьезно совсем недавно работали в заводском районе города минска там был козырек магазина второй этаж было принято решение через окно заходить я лично 1 заходил увидел летящий в меня топор сбоку и успел среагировать уйти задержали этого подозреваемого открываем дверь милиция работают вплотную с оперативниками угро из губок нередко плечом к плечу с коллегами из альфы и алмаза наши подразделения выполняют схожие по своей сути по структуре спектра служебных задач зачастую прикрывают друг друга честное взаимодействие системе мбд мы братья алмаз для нас старший брат но несмотря на всю эффектность проведения спецопераций главная задача бойцов остаться на фоне вот этого для зрителя экшена незамеченными сдержание то не в глухом лесу как правило проводится есть мирно живущие спокойно идущие на работу с работы люди играющие дети и своими действиями мы никак не можем им нагребить они даже не должны заметить что рядом что-то произошло нам оперативники всегда доводят что за личность подозреваемый преступник ли есть ли у него оружие зарегистрированное незарегистрированное ну место проживания там семейное положение понимала важно что если в квартиру заходить если там малолетние дети то надо действовать чуть по-другому бывает что вообще очень мало информации только за последний год военнослужащие собра изъяли три десятка единиц огнестрельного оружия столько же травматического холодного газового оружия больше двух тысяч боеприпасов более 12 килограмм наркотических средств и психотропных веществ также девять с половиной килограмм взрывчатых веществ похищенного имущества возвращено на сумму более 150 тысяч белорусских рублей практически с начала специальной военной операции украине наша группа усиленная не буду говорить численность там все остальное находится на южной границе там средства в районе выполнять задачу командировки смена ротация происходит еженедельно экстренная эвакуация воду из пикирующего самолета сквозь огонь и газовую комнату напролом это не шоу последний герой так проходит стажировку те кто после по полному праву скажет я служу в собре все что вы только что увидели угрозы для бойца внешне но кто отвечает за угрозу внутреннюю психолог только этот человек знает включить внутренние страхи человека инстинкты и эмоции total control способность предвидеть действия врага работать на опережение такое возможно если боец знает все алгоритмы и приемы психологии как раз на стажировке и проигрываются сценарии развития событий при выполнении боевых задач по окончании данной стажировки на заседание стационарной комиссии принимается решение достоин данный кандидат служить нашем подразделении либо нет как правило один из десяти человек попадают на службу раненые погибшие нападение собаки метание боевых гранат пулеметная очередь над головой психологическая подготовка на случаях действиям на высоте в условиях ограниченного пространства большой задымленности условиях возгорания в технике при условии если военнослужащий сам например ну загорелся при каких-то обстоятельствах способы сам методы самотушения военнослужащего морально тяжело при отборе потому что ты переживаешь за каждую мелочь чтобы нигде не ошибиться и чтоб пройти все как надо чтобы проверить действительно ли человек и морально и физически готов служить в спецподразделении осознанно ли он идет на риск мы готовимся к этому и у нас в первую очередь жизнь наших товарищей и жизнь тех кого мы спасаем на первом месте у каждого человека работает адреналин заводит но иногда надо вот уметь остановиться надо холодно голову включить и работать дальше всегда надо сидеть что у нас и исключить а я этот еще раз делал прокатит здесь абсолютно не прокатит казалось бы задача там плевая ерунда такое что просто с ней не вернусь многие не возвращаются к счастью уверенно мне подразделений потерь не было не все могу рассказывать мы в полном составе все в строю все живы здоровы 29 июня 1999 года на базе роты разведки появится первое на то время спецподразделения внутренних войск первым она и останется до сих пор люди без страха и упрека готовые в любую секунду подставить боевое плечо и закрыть от беды люди для которых это не просто служба жизнь которая всегда остается за кадром за 24 года отряд прошел все этапы создания формирования и развития и сегодня он является одним из наиболее боеготовых слаженных и подготовленных в профессиональном плане спецподразделений и занимает достойное место среди спецподразделений других силовых ведомств напоследок в чем же тайна профессии бойцов самого элитного и закрытого спецподразделения внутренних войск это любовь к родине патриотизм и способность пожертвовать собой выполнить любую поставленную задачу победить и вернуться чтобы снова победить ваше ваше